Во второй половине дня премьер-министр Республики Казахстан Бахаджан Сагентаев посетил ряд объектов социальной сферы. Некоторые из проектов были реализованы в рамках программы государственно-частного партнерства. В частности, глава Кабмина посетил образовательные учреждения и строящиеся объекты сферы здравоохранения. Подробности в следующем сюжете выпуска. В сентябре прошлого года открыла свои двери уже вторая в областном центре частная школа-интернат Сымбат. Учебное заведение оснащено современной материально-технической базой. Здесь обучается 550 учеников. Бахаджан Сагентаеву показали оснащенные учебные кабинеты и рассказали о развитии системы трехязычия согласно поручению главы государства. В первую очередь хотелось бы выразить большую благодарность Акиму нашей области, Сапарбаеву, Бердбеку, Машбековичу за то, что он всегда постоянно поддерживает педагогическую общественность. Первые классы у нас работают по обновленному содержанию образования. В рамках третьей модернизации глобальная конкурентоспособность наша школа работает в направлении обеспечения трехязычного образования. Даже начиная с первого класса учащиеся получают базовые знания по английскому языку. Английский, казахский, русский язык. Активно в регионе развивается сфера здравоохранения по линии государственно-частного партнерства, в чем смог убедиться премьер-министр страны. Так, на частные инвестиции в микрорайоне Батыс-2 строится городская станция скорой и неотложной помощи. Станцию планируется ввести в эксплуатацию в сентябре. В прошлом году началось строительство центрального здания на 75 тысяч вызовов в год с гаражами вместе на 38 машин для технического обслуживания. Кроме того, на частные инвестиции в Актюбе возводится в термологическое больнице КОСЖРГ. Стационар медучреждения рассчитан на 60 койка, полиглиника на 250 посещений в смену. Общий вклад в инвестиции в проект превышает 3 миллиарда тенге. В Акему области был выделен земельный участок. Планируем также на месте не стоять и в рамках государственного частного партнерства построить большой аллергический центр и иммунологии, так как все-таки западный регион аллергии страдает очень много. В дальнейшем мы хотим тоже дальше развиваться по схеме ГЧП, удачной поддержкой государственной программы по реабилитации и по другим направлениям других регионов. Мы действительно необходима такая помощь. В частности, в Астане хотели бы развиваться. Давай, как удовольствие. В послании президента Республики Казахстан реформе образования уделяется особое внимание, так как оно должно стать центральным звеном новой модели экономического роста. В рамках реализации государственной программы развития сферы образования улучшается инфраструктура. Так, Багажан Сагитаю посетил Академию творчества, в которой будут организованы более 100 кружков нешкольного дополнительного образования для детей. Глава Кабинета Министра принял участие в презентации проектов областного планетария, а также работ членов кружков по робототехнике и авиамодельному спорту. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Казахстан, Ак-Тубе.